Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Заприте их по разным комнатам и усильте охрану. Еще один такой прокол вы у меня в вонючем ЧОПе будете скандборды разгадывать. Ну что, я полагаю, судмедэксперт подтвердит мою версию. Зачем висит с побега Шушенко? Субтитры подогнал «Симон» Сейчас я быстро переоденусь и поедем к журналисту. Ты знаешь, одно из удивительных свойств моей матери не только самой мне пацана, а еще и других туда втянуть. А мне в ней это нравится. Что? Сверхурочная работа? Ну, если она берет какое-то дело, она доводит его до конца. Да. Вопрос только до какого. Таня, ты что тут делаешь? А у меня дубликат есть. Забыла? Правда, пришлось мотаться за ним домой. Я думала, тебе совсем плохо. Переживала за тебя. А ты в это время шашни крутишь? С этим бабником это что за игры? Таня, Игорь не бабник. У нас не шашни. У нас все серьезно. У вас ничего не может быть. Тем более серьезно. Разве Катерина тебе не дала понять? Ты ошибаешься. Игорь разговаривал с Катериной Алексеевной. Она разрешила нам быть вместе. Это невозможно. Катя скорее руку себе отрубит, чем изменит свое решение. Алло, Таня, что-то срочное? Нет, дорогая, я быстро. Напомню, пожалуйста, суть своей беседы с сыном о моей племяннице. Да что вы как сговорились. Сначала Игорь, теперь ты. Повторяю, Дарье нужен надежный спутник. Отношения с Игорем только через мой труп. Или кто-то хочет моей смерти? Да нет, все в порядке. Просто подумала, вдруг ты изменила решение. Да еще чего. Я пока в твоем уме. Зачем мне подставлять бедную девочку? Все, пока, мне пора. Шелуш, мне не дают покоя порванный пиджак Данилы. Вряд ли бы он пошел в такой вещи на церемонии. Ну что, он мог порваться при падении, я не знаю, там, зацепился на что-нибудь. Возможно, все, но конкретно это маловероятно. Алеш, это еще не все. Я там для девчонок платье присмотрела. Тебе носки купить? Спасибо. Здрасте. Здравствуйте. Не надо, спасибо. Слушайте, знаете что? Проведите следственный эксперимент, вычислите траекторию полета, вот и все. Мне некогда говорить. Это отдельная мысль, Шилов. Отпуск на вас хорошо сказывается. Неужели это фуражка давила вам на марки? Ну, ну, все. Лежать. Что здесь происходит? Следственный эксперимент. Тело явно передвигали. Развернув головой по стаменту. И разорванная подмышка подтверждает эту версию. Потянули за рукав и порвали пиджак. Что такое порванный пиджак по сравнению с разбитым сердцем? Ну, допустим. И что из этого следует? Из этого следует, что это умышленное убийство, которое пытались выдать за несчастный случай. Но Данила погиб. Точно не от удара, а от этого постамента. Останыч, спасибо. Вставай. Еще раз надо поговорить с Артемом. Пойдемте. Так вот, я хочу сказать. Если ты видел, что после падения с лестницы Данила был жив, зачем ты решил бежать? А это Оля меня уговорила. Боялась, что меня посадят за то, чего я не совершал. И эта машина была неисправна. В смысле неисправна? Тормоза не работали. Или вы что думаете, я ради прикола влетел в столб? Да. Похоже, Артем здесь не соврал. Оба тормозных шланга действительно перерезаны. Поездка Данилы в горы должна была стать роковой. Данила отменил встречу, и убийца решил действовать иначе. Послушайте, мне кажется, я вас просил, если вы будете продолжать лезть ко мне со своими фантазиями, если вы не угомонитесь, я имею право вас изолировать. Вам понятно? Понятно, капитан. Понятно, что майором вам никогда не стать. Капустина рвет и мечт. Уже по второму разу опрашивает. Похоже, ты в нем потеряла зерно сомнения. Молодец. Главное, чтобы это зерно дало плоды на его скудной почве. Ты знаешь, я велела накрыть ужин. Мы столько много наготовили для свадьбы, а наши гости сидят заперти. В конце концов, никто из них не виноват в смерти моего птенчика. Ну, кто-то точно виноват. Но мысль разумная. Чего ты там ищешь? Помаду. Симпатичная вещица. Футляр ручной работы. Буквально утром еще была. А я тоже свою брошь не нашла. Опросила прислугу. Клянуться нигде ничего не видели. Брошь. Гребень невесты, помада, телефон Данила, который куда-то пропал. Один раз – случайность. Два – совпадение. Три – тенденция. Четыре – это уже закономерность. Оф! Ты что, пьешь? Нет, я не густирую. И как давно ты стал с умерением? Когда понял, насколько коварны женщины, и что мне пора найти новое вручение. Ну, так ты найдешь только белую горячку. Я к тебе сделаю. Мне кажется, в усадьбе орудует клептаман. И, скорее всего, пропавший телефон Данила у него. А если телефон забрал убийцу? Ну, может быть. Но моей версии надо проверить. Но в худшем случае мы найдем мою помаду. Дитя, а что это? Это сумма, которой ты мне будешь должен, если спьяну, разобьешь мою машину. Екатерина Алексеевна. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, перед приездом полиции он лежал рядом с лестницей. Простите, не удержался. У меня такая проблема, что вот я, когда вижу красивую вещичку, вот как будто в меня бес вселяется. Вот прям сразу появляется миллион мыслей, как ее украсть. Из всех воров дураки самые вредные. Они одновременно похищают и время, и настроение, что вы делали в гостиной при допросе Артема. Я вам клянусь, я чисто там случайно оказался. Клянусь вам. Хотите правду? Ну? Вот я увидел эту чертов позолоченную пепельницу. Вот я и задержался там. Я вас умоляю, ну не надо меня сдавать полиции. Ну, у меня семья. Отведи его к Апустину и верни вещи хозяевам. А я замысь вот этим. Черт, за пароли. Придется просить Дарью подключить своего хахаля. Хакера. Не умничай. Не идет тебе. Пошли. Даш, Даш, постой. Постой, я не понимаю, почему ты так резко уехала? Что не так? Ты ведь сама этого хотела. Да, ты прав. Я сама виновата. Обидно понимать, что тебе врет тот, кому ты больше всего хочешь верить. Даш, подожди. Ты не так все поняла, Даш! Даш, подожди! Я с ней. Я с ней. Девушка, как мне найти Алексея Гапова? А вы, собственно, кто? Пожалуйста, просто скажите, как он на кабинете и поскорее, пожалуйста. Даша, я тебя прошу, ты меня, пожалуйста, выслушай. Хорошо, я немного приврал. Но это только потому, что я без ума тебе. Неужели все так было плохо? Игорь, дело не в этом. Ложь – это признак трусости. Мне трусливый мужчина не нужен. Девушка, кабинет Агапова. Быстро. Там. Даша, да я не трус, просто я очень боюсь вымыть. Понимаешь, что это означает? Пресс-релизы не публикует, Девушка. Рекламный отдел дальше в коридор. Алексей Агапов, мне нужно поговорить с вами о Данииле Миллере. А вы знакомы это имя? Что вам нужно? Я знаю, что вы ввели расследование по его просьбе. И мне нужно знать, о чем вы говорили с ним сегодня утром. Да? С какой стати? Кто вас сюда послал? Я действую по просьбе родственников Даниила. Не надо врать. Никто из его родственников не знал о нашем знакомстве. То есть вы подтверждаете, что вы работаете на него? Я работал вместе с ним. Но вас это никак не касается. Если Даниила решит придать информацию о Глазке, он сам это сделает. Я боюсь, что это уже невозможно. Сегодня утром Даниила нашли мертв. И у нас есть все основания полагать, что его смерть как-то связана с расследованием. Что за чушь? Так, покиньте мой офис, или я сейчас вызову охрану. Да, пожалуйста. Мы пытаемся понять, что произошло. Его смерть хотят списать на несчастный случай. Но мы думаем, что это не так. Девушка, хотите совет? Выйдите отсюда и забудьте, что вообще приходили. Это дело далекого прошлого и касается очень серьезных людей. Ясно? Вы сказали далекого прошлого? Это связано с гиброй его родителей? Так вы что, не понимаете, что ли, ничего? Выйдите вон отсюда и заберите своего клоуна там вон. Пожалуйста, на выход, на выход. Ну, что ж, Дарья, одно хорошо. Мы, по крайней мере, теперь знаем, почему Данила с утра был таким нервным. А вы думаете, его убили из-за этого расследования? Ну, на данном этапе я ничего не исключаю. У тебя новое задание. Проверь страницу Данилы в социальных сетях. Может быть, в его адрес поступали угрозы. А я подниму архивы. Пап, не жди меня. Я сегодня у Миши допоздна. Приличный человек, давно уже предложение сделано. О, пап, ты что? Это же шелк. Его нельзя стирать с грязными черными брюками. А, вы? Надеюсь, хотите мне сообщить, что завтра я выхожу на работу? Не совсем. Мне нужно еще одно оттолжение от вас. Вы можете достать дело по автокатастрофе Миллеров? Вы же, вы издеваетесь над мной, что ли? Сначала меня заставили достать номер в телефонной компании. Кстати сказать, совершенно незаконно. Теперь хотите, чтобы я стащил дело из полицейского архива? Вы вообще представляете, что со мной будете из меня поймать? Что вы из меня дурака-то делаете? К сожалению, подполковник, в данном случае я работаю уже с готовым материалом. Поймите, речь идет о внуке моей подруги. Если вы мне поможете, я в долгу не останусь. Вы думаете, я дружу только с Барисовым? Ваше возвращение на службу – дело от нас. У звонка. Убедите меня его сделать. Ладно, пробую. Кстати, подождите. Вы знаете, на каком режиме нужно шелк стирать? Вот. Саныч, ты пойдешь ужинать? Ты не единственный, кому сейчас тяжело. У Данилы вся информация хранилась в телефоне, а телефон запаролен. А журналист в рот воды набрал. У меня не едины зацепки, а время летит неумолимо. Время, время и женщина – две самые коварные на свете вещи. Господи, Саныч, от твоего нысья у меня портится настроение. Хотя нет, повтори, что ты сказал? Я сказал, что женщинам нельзя доверять. Всем, кроме вас, разумеется. Ну, в этом ты прав. Вчера я видела Данилу в беседке с женщиной. Сначала я подумала, что у него роман с Ольгой. Потом поняла, что ошиблась. Возможно, это и есть зацепка. И что вы собираетесь делать? В телефоне у Данилы хранилась вся информация. Возможно, там есть и имя этой его тайной поклонницы. Ну, вы же сказали, телефон запаролен. Как мы его взломали? Ну, кроме нас об этом никто не знает. Мы можем лейпануть. Я видела, как Данила дарил веточку сирени девушке. Вы, случайно, не это ищете? Это вы были в беседке с Данилой. Понимаете, у меня с мужем уже давно нет близости. Его интересует только бизнес. И Данил, он любил меня. По-настоящему. Несмотря на разницу в возрасте. Перед церемонией вы поссорились и плеснули в него виски. Да, все верно. Утром я сказала Даниле, что мы должны расстаться. Это смешно. Мы становились родственниками. Он вспылил, пригрозил сорвать церемонии, но мне пришлось как-то усмирить его пыл. А потом? А потом я ушла. Я умоляю вас. Не говорите мужу. Я понимаю, что я оступилась, но я потеряла уже любимого человека. Я не хочу потерять еще семью. Не волнуйтесь. Аж чем у меня научилась жизнь, так это хранить тайны. Доброе утро. Объект отцеплен. Сюрприз. Капустин пустил меня по старой дружбе, но я думаю, ему лучше не знать о том, что я не при исполнении. Я знакомился с делом об убийстве родителей Артема и Данилы. Была вершись, что это заказное убийство, но заказчика не нашли и, кажется, особо и не искали. Если Данила с помощью журналиста напал на заказчика, то у него явно были причины его недолюбливать. Ну, знаете, а у Капустина есть причины недолюбливать вас. Да, потому что вы оказались правы. Пришли результаты экспертизы. Данила Крутого ударил по голове и пытались выдать убийство за просто пьяное падение. Там в голове, в раннем у трупа обнаружены кусочки камня, но это не тот материал, с которым сделан постамент. Так что Капустин сейчас ищет орудий убийства. Ну, почему, когда вы мне так нужны в городе, вы приперлись сюда? Ну, что я? Я должен быть в центре событий. Вы просто хотите избежать домашней рутины. А я хочу, чтобы кто-то надавил на журналиста. Мне нужно имя заказчика. Ну, как я его теперь узнаю? Добрый день. Добрый день. Я же сказал вашей компаньонше, что никакой информации по расследу не дам. Всего доброго. Минуточку. Я адвокат вашей жены и пришел оценить будущее имущество своей клиентки. Мне пройти можно? Проходите, адвокат. Так, надо же. Какое совпадение. Сегодня утром прихожу в офис, а там ваша жена. Причем пришла сама по рекомендации. Да? Да. Восхитительное совпадение. Вы знаете, я еще не успел изучить дело. А вы по какой причине разводитесь? Да как обычно. Один из супругов дура. А-а-а. Метаморфоза брака. Вот так всегда. Мы женимся на красавицах, а потом разводимся с дурами. Вообще-то вам тут нечего осматривать. Жена все равно ничего не получит. Ясно? А вот тут я с вами не соглашусь. Понимаете, моя дура чуть не раздела меня до нитки. Хотя я сам адвокат. Так а что это по-вашему? Честно, что ли? При том, что она мне изменила. Ну, а кто вам вообще сказал, что развод это о честности? А мужская солидарность у вас есть? При том, что вы сами от развода пострадали, как я понял. Солидарности не обещаю. Но вот заменную информацию о расследовании готов предоставить небольшое мужское лобби. Игорь, это просто невероятно. Ты как это сделал, а? Похоже, перед моей харизмой может уставить только один человек. Понятно. Все как обычно, вранье и манипулирование. Только не по отношению к тебе. Я это понял. Я очень хочу загладить свой вину. Дай мне еще шанс. Слушай, у меня ощущение, что она с пластинку заела. Сколько можно тебя прощать? Сколько можно об этом просить? Ну, это больше не повторится, я обещаю. Я поговорю с матерью. На этот раз откровенно. А в этом больше нет необходимости. Это не повторится. Алло, Екатерина Алексеевна, да, здрасте. У меня хорошие новости. Нам удалось выводить информацию из этого журналиста. Давай хотя бы поужинаем. По его мнению, заказчик убийства родителей Данилы Владислав Торшин. Знак благодарности. Да, все указывает на то, что именно он заказал своего партнера. Да. Хорошо, я пришлю вам сейчас всю информацию на почту. Хорошо, по факту так по факту. Хорошо. Торшин. Торшин серьезная фигура. Можно сказать, король строительного бизнеса. На всякого короля Шилов всегда найдется свой мат. Какой мат? Ну что, еще партию? С тобой невозможно играть. Всегда один результат. Так я составлю вам компанию. Да? Ну, предупреждаю, я серьезный соперник. С сильным соперником играть интереснее. Терпеть не могу в подавке. Разбивайте. Мой пятый муж был успешным бизнесменом. И частенько играл на бильярде. В обоих случаях он руководствовался двумя простыми принципами. Первый. Не сомневайся в себе. Выбери цель и бей по ней. Ну, а второй принцип? Второй. Знай правила игры. Если игра позволяет убрать свейка, используя эту возможность. Красиво. Так же красиво, как вы убрали своего партнера Бориса Миллера. Я. Не стройте удивленное лицо. Эта стройка вам не зачтется. Борис хотел выйти из совместного бизнеса и забрать свою долю в компании. За это вы его и убили. Что за чушь? Боря был моим другом. Я помогал его семье в трудную минуту. Да черт возьми, я дочь свою замуж выдаю за его сына. Данила вел против вас расследование. Его подозрения подтвердились. И он хотел эту информацию придать огласке. Вы узнали об этом раньше и убрали еще один шар со стола. Ну и как же я по-вашему это сделал? Сначала вы испортили тормоза на его машине. Это в вашем репертуаре устроить аварию. Данила отказался от поездки. И тут вы стали свидетелем, как Артем столкнул Данилу с лестницы. Вы воспользовались моментом и добили его. Вот только чем вы импровизировали? Это было что-то, что было под рукой. Майор. Подполковник. Шилов, принесите из лобби орудие убийства. Даже если я действительно подстроил аварию, в которой погибли миллеры, зачем мне убивать Даню? Ведь срок давности по смерти его родителей давно прошел. Есть кое-что важнее срока давности. Репутация. Вот, что за спектакль вы устроили? Уверена, экспертиза подтвердит, что это и есть орудие убийства. Во! Что здесь происходит? Вы опять вмешиваетесь в мое расследование? Мы нашли орудие убийства и главного подозреваемого. Вот, следы удара. И ты туда же. Ты думаешь, я не знаю, что тебя отстранили? Это тебе не Москва. Здесь я главный. Не лезь. Заберите это. А этого ко мне. Кабинет. Он мертв. Вот, следы удара. Зачем мне убивать Даню? Мы просто хотим быть вместе. Молодой человек, вы идиоты. Где это видно, чтобы невеста стояла справа от даниха? Слепая дура. Снимайся. Не нравится мне эта идея. Я не могу уж притворяться полицейским бесполномочиям. Капустин, узнает, шум будет. Вы притворялись полицейским, даже когда на вас были погоны. Так что теперь соберитесь. Мне нужно, чтобы нервы стали у подозреваемого, а не у вас. Господа, полиция нашла орудие убийства. И сейчас нужно снять отпечатки пальцев у всех, кто участвовал в мероприятии. Мои. Прошу подходить ко мне по одному. Прошу подходить ко мне по одному. Антон Павлович, мы все о вас знаем. Вы угрожали Даниле. Члены вашей организации подтвердили, что вы призвали к физической расправе над погибшим. Конечно. Потому что все эти акции и демонстрации пустая трата времени. Такие, как Данила, не понимают ничего, кроме силы. Им наплевать на наследие. Их интересуют только деньги. А моя семья живет на этой земле уже несколько поколений. Мы защитили ее от французов, немцев. И от таких, как Данила, тоже защитили. Вы надрезали тормозные шланги. Да, это был я. Но убил его кто-то другой. Не упирайтесь. Вы слышали, как Данила отменил поездку. Я вас видела. У вас были мотивы, возможности, средства совершить преступление. Ведь вы левша, не так ли? Да я рад, что он умер. Только это сделал не я. Ну, что, подкинем капустину еще одного клиента? Пусть поработает. Это все равно, что метать бисер перед свиньями. Но у нас нет другого выбора. Интересно, какой толщины был конверт? Валентина Петровна, вы чего? Это же не игрушка. Я все знаю. Ты во всем ядоводном. Ты убил моего сына, невестку. А теперь лишил меня и внука. Да вы бредите. Опустите оружие. Данила узнал, что ты заказал убийство родителей. Папа, это правда? Да кого ты слушаешь? У старухи нервный срыв. Что вы стоите? Выполняйте свои обязанности. Отберите у нее оружие. Не двигаться. Скажите, сколько он вам платит, что вы так перед ним стелитесь? А? Что он вам обещал за свою свободу? Отвечайте. Перестрелять буду. Должность начальника службы безопасности в Москве. За всех платите. Всех подкупаете. Следствие купили. Нет. Такой человек же не должен. Валентин Петров. Ну, понимаете, если вы его убьете, ничего не изменится. Отдайте пистолет. Ну. Ну, вот хорошо. Валя, он за все ответит. Екатерина Алексеевна, все в порядке, машина готова, можем ехать. А почему молчите? Что-то случилось? Меня мучает одна неувязка. Если Игнатьев убийца истер отпечатки со статуэтки, то почему он поддался на провокацию с отпечатками или пытался бежать? Я не знаю. Ну, давайте обсудим это по дороге домой. А куда ты рвешься? Крите? Из чего ты решил, что она вообще тебя изменяет? Вы же мне говорили, 25% женщин изменяют своим мужчинам. Да я пошутила. Ты не видел, что я улыбалась? На женщину нужно смотреть, а не слушать. Только так ты можешь понять, что женщина имеет в виду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все верно, слепая дура. Извини, Саныч, нам придется задержаться. Как задержаться? Как задержаться? Вы что, с ума, что ли? Зашли, что вы под машину бросаете? Жилов, вы ошиблись. Я, я ошиблась. Игнатьев не убийца. Да ведь вы сами говорили, у него был мотив, возможность, средство. И все-таки это не он. Если вы сейчас уедете, я вам этого никогда не прощу. Ладно, могу я хотя бы такси отпустить? Ладно. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто-нибудь мне объяснит, зачем нас здесь собрали? Я подумала, будет правильным выпить в память о Даниле. Вы не возражаете? Не возражаю. Парень погиб ни за что. Я очень рад, что его убийцу наконец поймали. Это не совсем так. Что значит, не совсем так? Игнатьев действительно угрожал Даниле. Но он его не убивал. Полиция же нашла отпечатки пальцев. И декоратор был левшой, как и убийца. Я слышала, как об этом говорил следователь. Это верно. В этом я и ошибалась. Я слишком зациклилась на стуэтке. А это мог сделать любой левша. Давайте выпьем. Не чокаюсь. Кто убил моего брата? Специалисты вскрыли телефон Данилы и нашли там кое-что интересное. На телефоне случайно сработала камера, которая записала момент убийства. К сожалению, телефон лежал камеры вниз, но голоса разобрать можно отлично. Слышен звук удара и фраза, брошенная убийцей. Судя по записи, голос принадлежит вам. Мне? Вы что-то путаете. Этого не может быть. Данила требовал отменить свадьбу. Обещал уничтожить репутацию вашего отца. Вы психанули, ударили статуэткой его, стерли отпечатки и через другую дверь вошли к гостям. Руки. Молодчик, отойдите, отойдите. Вы совершаете ошибку. Папа, сделай что-нибудь. Так вы не имеете права. Вы вообще отстранены от службы. Знаете, благодаря Екатерине Алексеевне полчаса как восстановлены руки. Ну, зачем мне это делать? Мама. Вы имеете право хоронить молчание. Это был не ее голос. Наши голоса часто путают. Это была не она, это сделала я. Прошу оставить нас с Региной и подполковником. Я любила Данилу. Это он меня бросил, а не я его. Он сказал, что использовал меня все это время, чтобы подобраться к Владиславу. Понимаете, он двигал только месть. Он сказал, что презирает меня и угрожал уничтожить всю семью. Как вы убили его? Это был порыв. Я увидела его на этой лестнице, схватила эту статуэтку. Я не хотела. Я не хотела. Все было как в тумане. Я плохо понимала, что происходит. Так плохо, что стерли отпечатки, вели меня в заблуждение и направили следствие по ложному пути. Вы должны меня понять. Я ничего не должна вам. Я ничего не хочу. Продолжение следует... Привет. Привет. Что случилось? А что случилось? Ты куда-то собралась? Я собрала старые вещи в добрый ящик. Добрый ящик? Да. Я два дня не могу до тебя дозвониться. Ты не подходишь к телефону. Что жди? На самом деле, ты когда узнаешь, что по-настоящему случилось, тебе будет очень стыдно. Значит, все-таки что-то случилось, да? Да. Что? Я беременна. У нас будет ребенок. Я уронила телефон, и он разбился. Вот. Правда? Правда. Прости. Мне действительно очень стыдно. Прости. Пойдемте, я вас провожу. Сейчас ваш мастер подойдет. Присаживайтесь. Данечка, пришли мне срочно Дарью. Я все обдумала. Я хочу, чтобы она обнародовала документы с расследованием о гибели Миллеров. Правильно. Справедливость надо восстановить. Справедливость? Я тебя умоляю. Просто я хочу дать Торшину то, что он заслуживает. Вот это зрелище, на него можно смотреть вечно, как на огонь в камине. Хочешь, угадаю, как только я уехала, ты, наплевав на мои запреты, пошел на абордаж. Чего же ты добился, обидел бедную девушку? Ну, почему в этой жизни ты все делаешь не так, как надо, а так, как хочется? Неужели тебе не жалко ее? Она хорошая, умная. А ты разбил ей сердце. Нет, мам, на этот раз ты ошибаешься. Это не я разбил ей сердце. Это она разбила мне сердце. Неужели она у тебя была? Да. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok